Злободневность еврейских дат Есть сейчас люди, которые видят меня онлайн, да, называется, прям сейчас вживую в этой записи, и тогда мы находимся перед шивот. Люди, которые будут смотреть это в записи, для них это будет нормально, актуально после шивот, если вообще можно говорить о праздниках после праздника. Обычно мы говорим о праздниках, говорим об актуальности того или другого праздника. У нас были уроки актуальности Песоха, Пурима, почти всех праздников. А вот сегодня я хочу дать урок после шивот. Почему? Это актуально и в шивот, и после шивот. Но после шивота это важно, почему нужно подчеркнуть, что мы всё время живём в состоянии получения торы. Значит, после праздника мы это ощущаем наиболее конкретно. Сейчас мы только готовимся к этому, а после праздника мы уже живём и ею. Кстати, подготовка к празднику это тоже жизнь поторит, да? Так вот, у нас сегодня злободневность, актуальность праздника шивот во все дни года. Ну и добавляем особенно после праздника, пока, что называется, у нас здесь так говорили, на горячую, да, пока всё это ещё не остыло. Я так повторяю, шивот – это не что иное, как день получения торы. Мы её получаем ежедневно. Это день изучения торы, и многие люди учат её всю ночь, специально, вот как ты учил тору в ночь праздника шивот, так ты её будешь учить и весь год, так ей будет дано. Так это читается, и изучаем её всю ночь за границей Израиля два дня. И большинство, огромное большинство читает, бодрствует и сидит над книгами, над Талмудом, над торой именно в первую ночь. Я сейчас должен был, кстати, уехать за границу, но за границей неспокойно. Самое спокойное место – это у нас здесь, в Израиле, так получается. И поэтому в Восточную Европу я сейчас не поехал, хотя было бы тоже очень интересно посмотреть, что же там происходит. Ну, происходит там праздник шивот. Это то, что есть сейчас самое актуальное у евреев. И день получения торы, день изучения торы, день соблюдения торы, её главная заповедь – возлюби, люби, любить человека. После праздника торы мы знаем об этом, мы её и получили, сейчас на эту тему поговорим, именно для того, я сейчас не скажу крамулу, нет, именно для того, чтобы евреи любили друг друга. Хотя так все говорят, именно для того, чтобы мы её соблюдали. Так самое главное заповедь, по крайней мере, так сказал величайший мудрец всех времён народа, рабе Акима, когда он сказал, что самое главное, его спросили, что самое главное в Торе, он сказал заповедь «вагафталь ляраеха камоха» – полюби еврея другого человека, не просто своего ближнего, почему-то переводится «ближнего». Любой еврей близок, это не родственники, близок к другому еврею, полюби другого еврея, как самого себя любишь, не менишь. А раз так, то главная заповедь – любви. Поэтому будем её соблюдать, Тору, которую мы получаем в эти дни, любя евреев. Это очень тяжёлые правила, мы об этом сегодня поговорим, напомним, это мотивом проходит через все наши, мои, да, ну, наши видеолекции, мои с вами. И любить очень трудно, по крайней мере, будем стараться соблюдать, ну, не то, что частично, а в таком ракурсе, не обижать других людей, это очень важно. Запрещено обижать людей? Всех-всех людей запрещено обижать вообще как угодно. Даже когда я скажу что-то, а он обиделся, я говорю, а я и не знал, я его не собирался обидеть. Не сказано, не собираюсь обидеть. Сказано, не обижай. Поэтому, как сейчас говорят, отмазка, да, отмазка, что я его не собирался обидеть, зря он обиделся, не проходит. Запрещено обижать людей, повторяю, всех-всех, в том числе даже самых маленьких, даже тех, которых, которые дети. Людей, которых мы, например, не очень любим. Мы им, нет, не дай бог, не у нас все, нет, но не очень любим. Они к нам еще не пристают, поэтому мы их не очень-то и любим. Но когда они начнут приставать, тогда мы начнем их обижать. Так что, превентивной обороны держать не надо, не надо быть готовыми, дать им отпор. Наша задача – жить, а не выживать. Так что, будем евреями Тора, которые тотально никого не обижают. Нормально сегодня, да, вот сегодня такая программа. Рэй Борец, согласен с такой программой? И даже детей. Ой, мне вчера в письме написали, и в письме, и просто одновременно это было, и прямо в блоге на Атолдоте Шурун, где написал, что нельзя никого обижать, и вообще и наказание должно быть, вообще не должно быть наказание. Говорят, ну как же так, многие рассказывают, что нужно уметь и правой рукой к себе, правая рука добро, да, к себе притянуть, а левую чуть-чуть оттолкнуть, чтобы человек знал систему наказания, чтобы знал, что что-то запрещено. Поставить ему мисс Герд, называется, границу, ребенку, чтобы он знал, что не все дозволено. Так и говорят, и многие раввины так говорят. Вот я спорю с этим, холек называется, да, я с теми раввинами, которые говорят, нету никакой, никаких мисс Герд, это просто неумение заинтересовать ребенка, поэтому скучно, поэтому он так себя ведет, да у нее еще и моторность есть некоторая, это вообще ни от кого не зависит, он не виноват. Так вот, ни о коеме с Герд и никаких наказаний, наказаний не должно быть. А вот я пишу постоянно, потому что русскоязычным-то евреям людям, тем более нужно говорить никаких наказаний, потому что стараются наказывать. А мне вот один человек написал прямо в блоге, а потом две женщины просто написали свои письма по своим поводам, и одна из них написала, надо для чего дети-то, если их не наказывать? И такая интересная формула, эта понравилась. Детей, оказывается, надо наказывать, чтобы они знали свое место, были шелковыми. Не дай Бог, запрещает, тоже запрещает. Любая обида, любое ограничение, любой выговор ребенку, может быть, являться травмой, может быть, на всю жизнь, сознательной, подсознательной, чтобы вы не удивляетесь, почему люди потом от этого страдают. А страдая, он может возместить свою ущербность от этой нанесенной травмы на следующем поколении, на окружающих людях, не дай Бог, откуда берутся нервные. Или люди, которых не любят других людей. Встречается такое, я не хотел об этом говорить, но сейчас в той восточной Европе, куда я собирался ехать, вот такие люди сейчас тоже встречаются. Почему? Потому что военные действия – это всегда не любовь. Не дай Бог, не дай Бог. Итак, мы в Шевод получаем законы для их исполнения. Это законы. Вот что такое суд? Чем отличается суд от законов? Суд – это то, что основано на законах. Не бывает суд милосердный, это уже не суд, это милосердие. Добавление к суду должно быть милосердием. А сам суд – это законы. И законы, вообще-то, они обладают свойством требовательности. А именно, закон от меня требует что-то. И эти законы нелицеприятны, как суды. Нелицеприятны, трудны и абсолютны. Ну, Тора мне говорит, например, что можно есть, а что нельзя есть, и может добавить. Но в некоторых случаях, и она описывает эти случаи, говорит, почему этот закон уступает другому закону. Например, закон сохранения жизни. И тогда можно будет нарушить этот пищевой закон. Но, в принципе, это абсолютная вещь, тотальная. Она не связана с моим желанием. Но если психически нормальный человек, потому что если человек психически ненормальный, он желает что-то другое, это уже болезнь. А в болезни это многое прощается. Так или иначе, это означает, что я соблюдаю абсолютно тотальные законы. Не только запретительные, запретные, не только запрещающие, но и разрешающие, не тотальные. Что это означает? Это означает, что я их исполняю со всей строгой требовательностью к кому? К себе. А от остальных ничего не требую. Это вот согласуется с тем, что я сейчас сказал, никаких наказаний. Ничего вообще не требую. Они хотят меня научиться, они попросят, я их научу. Учеба – это ведь очень частое замечание. Действительно, так-то и так-то. Наставление, нотация, дидактика – это то, что я говорю, это я ограничиваю другого человека. Я говорю, вот это не надо делать. Обычно на наставлении бывает, чего нельзя делать. Не говорится, вот я тебя наставляю, поэтому делаю всё, что хочешь. Это разрешение. Так вот, тотально я отношусь к себе, требовательный, как в свой адрес, много нельзя, а остальным можно. И если они хотят меня научиться, я их научу. Или им бы надо бы научиться, например, я их хочу научить не ходить на красный свет в городе. Приехали такие индейцы из русскоговорящих, из России, из Украины, приезжают очень часто индейцы, которые не знают простых правил. Нельзя делать замечания людям на улице. Это называется ходить на красный свет. Торо запрещает. Я им это скажу, если они меня услышат. Я смотрю на человека, он услышит меня или не услышит, может помочь ему или нет. Другому человеку некогда, он убежит, это не его профессия. Я всё-таки учитель. Я могу подойти и сказать, поздороваюсь с ним, спрошу, как дела. Там целая есть, целая последовательность начала такой беседы. Похвалить, понравиться. А потом так мимоходом, может быть, и не затеяливо искать ему, что это нельзя делать. Ряд условий там должно быть. А именно я знаю, как надо, я знаю, что он нарушил, я знаю, что он скажет спасибо. Всем от этого будет польза и остальным людям от его поведения и так далее. Там целый большой ряд, мы об этом говорили, ряд требований и условий. Хотя я сейчас вот говорю это, я так подумал. Ну, приятный человек говорит, я сам знаю, что я во всём прав. И сейчас начнёт всех учить. Я же выполнил, реброван, ваши требования. И всем будет от него дыхло. Извините, всем будет, у меня ученики так говорят, дети, всем будет от него интересно. Значит, начнём сегодняшний урок просто с шивот. Вот, я посмотрел свои уроки, видео уроки. И вот Аркадий нас спрашивает. Во-первых, здравствуйте, Аркадий, по поводу наказания. Разве не говорил царь Шломо? И он по памяти пишет. Кого любит Господь, того наказывает и благоволит, как отец к сыну. Вне всякого сомнения. Если я люблю кого-то, то я его накажу. Это нужно так понимать. Он и наказывает только того, кого любит. А он любит всех. Но нужно разглядеть эту любовь. Отец может наказать своего сына. Ведь написано, да? Как отец к сыну показывает свою любовь. А ребёнок может заплакать. Скажет, это хорошие слёзы. А написано, не обижай. Делай, что хочешь. Умей делать, как Всевышний. Старайся делать, как Всевышний Аркадий. А именно, старайся наказать, так, чтобы он тебе сказал спасибо за это. У нас целый урок есть на эту тему. Основные положения. Есть такой, по-моему, называется основные положения воспитания. Или основные принципы воспитания. Есть такой у меня урок. Найдите. Толдот мой такой урок. Напишите в гугле, да? Толдот, Пятигорский. Основные принципы воспитания. И вы пойдёте на этот урок. Там очень много написано про наказание. Сегодня наша вещь какая? Любить. Не наказывать, а любить. Это наш урок. Итак, я взял свои уроки. Открыл, где я говорил про живот. Первое, что мне попалось, это как раз тема, которая очень важна. А потом я расскажу некоторые общие вещи, которые, в принципе, я уже рассказывал несколько раз в том или ином раскладе. Но сегодня праздничный у нас стол. Извините. Праздничный урок. Да? На Ребарье. Ребаркадий. И напишите, откуда вы, кстати. Интересно же. И будем говорить про живот. Раби Хайм Лейб Мешковский. Вот такой крупный Талмит Хахам. Учитель. И он был судья. Даян. И к нему пришёл на суд один простой еврей. Просто еврей. Не Талмит Хахам. Просто еврей. У них была тяжба с другим человеком, евреем. Который не соблюдал Тору. Соблюдающий Тору пришёл с несоблюдающим. Сказал, что у нас финансовый спор. Идём к Ребу Хайму Лейбу. Это был очень авторитетный человек. Кто-то пришёл. И это называется Хелони. Тот, кто дати. Нерелигиозный. И нерелигиозный. Совсем нерелигиозный человек был. Хелони. И он присудил, выслушал всё это. И присудил его в пользу Хелони. Такое было постановление. Раби Хайма Лейба. И возмутился этот простой еврей соблюдающий. Я соблюдаю. Он не соблюдает. Я теперь должен что? Выплачивать ему эти деньги. Он отказался принять этот суд. Почему не учтено то, что я соблюдающий. А то, что он не соблюдает. Почему вы не учитываете это? Я соблюдаю уже заповеден. Так что он собрался не соблюдать это постановление. У нас нет карательных органов. Иравинский суд постановил. Что теперь сделать? В нееврейском суде найдут возможность воздействовать. Они постановят так постановят. И раби Хайм Лейб обратился к этому Хелони. К евреям. И сказал, что вообще советую обратиться в Гойский суд. В нееврейский суд. Что он не соблюдается? Он не собирается соблюдать наше постановление. Хотя обещал. В самом начале. Так начинается суд у Иравинов. А раз так, то обычно так нельзя сделать. Иверей должен идти в еврейский суд. Но он не собирается это сделать. Идёшь в Гойский суд. И добавил. А не добавил. А то говорит, я не могу. Потому что я уже ходил, спрашивал. И они сказали, что ближайшее заседание, на котором могут рассмотреть мой вопрос. Вот этот вопрос. Это был примерно месяц назад. Будет в швот. А он не пойдёт уж точно. Да и вообще-то мне не очень-то. Ну как же, еврей в польский суд придёт. Араха ответил. Почему ты не пойдёт? Пойдёт. Без него решат вопрос. Если нужно, и я туда могу пойти с тобой в праздник. В нееврейский суд. Я с тобой пойду. Я объяснил. Написано в книге Шмот, 23 глава, 6 стих. Там так написано. Лотате мишпад эвьонеху, эвьонха, боревой. Не лишая своего нищего, право судиться. Так написано. Если у тебя есть с ним, боревой, тяжба. Его тяжба с тобой. Не лишая нищего, неимущего человека, право судиться. Из-за того, что он нищий, нельзя его лишать справедливого суда. И самый простой смысл этого стиха. У всех есть одинаковое право на равный суд. То, что мы называем, говорим, нелицеприятный суд. И он сказал. А вот в данном случае твой нищий, твой бедняк, эвьонха. Кто он такой? Это тот, который нищий заповедями. Вот даже ему не отказывай в справедливом суде. То есть, несмотря на то, соблюдает или не соблюдает он. Я с тобой иду в живот. Так написано в книге Дворим. В первой главе, 17 стих. В самом начале. Лот-Акиру по ним бомешпад. Не различайте лиц на суде. Лот-Акиру, не будьте знакомыми с ним. Ведите суд отстранённо. То есть, судите нелицеприятно, невзирая на личности. Такой перевод. А сразу же после этого написано. Лот-Акуру, лот-Агуру мипне-иш. Не бойтесь человека. Никакого человека, вообще ни одного человека. Не бойтесь. И ещё идёт о суде. Но для нас это важная тема. Какая важная тема? То, что касается суда, то и касается суждений. Я каждый раз, когда смотрю на каких-то людей, и у меня есть суждения о них. Я говорю, как вот я к нему отношусь? Хорошие, плохие. Это хороший поступок, это плохой поступок. Ведь я принимаю решение. Это как псагдин, как постановление суда. А раз так, то такое же свойство должно быть и у моих суждений. А именно, никогда не ручай лиц на суде. Засмеялся человек к своей шутке. Не смешная она, неприятная, двуличная. Я не знаю, какие бывают, двусмысленная. Как часто говорят, скользкий у него юмор. Такие темы есть, лучше не понимать. А человек смеется, начальник мой. Ой, это называется лицеприятное осуждение. Ты сейчас перед начальником стараешься вести себя не так, как перед остальными людьми. Я сейчас говорю, а с другой стороны, послушайте, ведь от начальника уже зависят наши зарплаты, наша работа. С работами сейчас трудно. Это, может быть, это есть некоторая опасность. Но не переходи границу, по крайней мере. Потому что не делай резко такие движения. Так или иначе, сначала говорят о том, как должен еврейский судья принимать решение. А потом перенесем эти законы на наши суждения. Надо говорить нелицеприятно о других людях. Надо думать о них объективно, не взирая на лица. Вот так мы и должны себя вести. Такое начало было про раба Хайма, рабе Хайма, либо Мешковского. По-моему, это нормальный начало для Шивот. А сейчас поговорим об актуальности самого Шивот. Я эту тему затрагивал дважды. На самой первой своей лекции в Толдот, когда мы говорили о Пуриме, урок называется «Актуальность Пурима». Он и сейчас так остался. Он первый, по-моему, в этом цикле потом введен. Я сейчас хочу повторить по-другому немножко. Потому что я сейчас рассказываю. Мы сейчас рассказываем тему актуальности Шивот. И там у нас был вопрос, только для зачина, вспомним. Зачем Всевышний спас евреев? Ну, понятно, зачем. Не почему. Хотя зачем включать в себя и почему. Почему он спас евреев? Это для какой цели? И такой ответ. За то, чтобы они объединившись. Почему он спас? Потому что они объединились. И зачем? Чтобы они объединились и дальше. Потому что нужно объединение перед получением Тур. Как одни объединились, и мы проходили об этом, они выполнили заповедь любви. Они любили друг друга. Как один человек. Все друг друга любили. Сейчас скажете, это же невозможно. Не знаю. Почему? Потому что написано. Люби ближнего, как самого себя. Значит, возможно. Тора не дает невозможных указаний, приказов. Цивуй, да? Нет таких. Заповедь не бывает, чтобы она была невозможной. Есть некоторые моменты, когда мне это трудно сделать. Но раз она говорит, в общем, значит, в общем, я могу любить. Кроме тех случаев, когда мне нужно защищаться. Вот о чем есть, какие исключения бывают. И то, защищаясь, может быть, тоже с любовью, да? Но сейчас мы эту тему не будем дотрагивать. Она несложная. Так или иначе, выполним или заповедь любви. И мы говорили о том, что вообще-то у любви есть четыре свойства. Вот сколько у нас есть матерей, праматерей, да? Вот столько у нее свойств у любви. Так, по крайней мере, меня учили. Почему? Вот если человек любит другого человека, то он умеет четыре вещи. Первое – прощать. Вообще-то, в принципе, если бы не было такой заповеди любить другого человека, есть заповеди, все остальные, как себя вести, и суды есть, и не укради, и межу не передвинь. Все есть на свете, кроме этой заповеди. Сейчас, на одну секунду, представим себе. То, в принципе, прощать-то можно было бы и не прощать. Почему я должен его простить? Вор украл у меня деньги. Я иду в суд, мы его поймали. Ну, как сейчас в этом случае с рабом Хаймом Лейбом Мешковским. Иди в суд. Почему? Потому что он тебе должен вернуть эти деньги. А что такое прощать? Ну, если я люблю другого человека, то, конечно, многое я ему прощу. То есть, граница прощения, по крайней мере, отдалена в большей степени, чем в моих отношениях с другими людьми. И вот, например, напротив меня сидит мой близкий друг и оператор всего этого дела. Его трудами вообще всё это происходит. Рэб Ари. И очень мне приятный человек. Я его люблю. И, конечно же, многое я ему прощу. Того, чего простил бы, может быть, другим, но с трудом. А здесь с радостью, с лёгкостью. Ещё не знать, что мы сейчас должны всё это завалить. Эту работу, да, Рэб Ари. Продолжаем работать. Сейчас, с другой стороны, человек, может быть, не любит, что его называют слух. Тогда мы его не будем называть слух. Окей. Тоже можно, пожалуйста, перед другими людьми. Уметь прощать. Называется махила. Кого люблю, того я склонен простить, хотя мог бы, согласно закону, и что-то потребовать. Ну, не знаю. Ложусь сейчас спать. Ну, кричат они, надоели они мне уже. Вот сил у них нет. Что я могу сделать? Если у нас сейчас в семье, в нашей квартире живёт постоянно уже вторую неделю, живёт наша дочь. У неё родился ребёнок, второй ребёнок, девочка. И с первыми детьми приезжает обычно к маме. И они у нас живут наполняют дом радостью и светом. Но при этом, при всём, есть старший её сын, Итамар. Вот он, нельзя про него сказать, что такой мальчик с моторчиком. Потому что моторчик – это не то слово. Он одновременно везде, одновременно всё трогает, глаз и глаз. Если я печатаю, то он допечатает тут же. Он, несомненно, по-русски не говорит, но он сядет здесь и всё это сделает. И я ему это прощаю. Если кто-то из взрослых людей заберётся ко мне на коленке, начнёт печатать у меня на моём компьютере, я расстроюсь и призову его к порядку, по крайней мере, бить не буду. А Итамар вот залез на меня, и меня только радует. Ну, так вот, не обязательно радоваться, но, главное, ну, простите, ты уж точно прощу. Хотя дважды я начинал новый текст. Как-то ему так удаётся сделать очень быстро. А ему нравится это, что всё это пропадает. Это нужно стараться. Ещё можно взять такую кнопку, нажать. Я умею прощать того, кого я люблю. И я умею уступить тому, кого я люблю. Он называется Витур, Леватер. Тому я согласен уступить. Другим я тоже уступлю. Но тем, кого я люблю, по-особенному, с удовольствием, ещё и с радостью. Я даю ему то, что не полагается. Прощать я не буду от него требовать, не буду призывать его к порядку. И наказывать уж точно. Это я простил. А уступить, это я ему ещё и дам что-то, что ему вообще-то не полагалось. Моё. Моё место было напротив компьютера. А теперь я сижу на табуретке. А на хорошем кресле сидит и Тамара. И ждёт, когда дедушка даст ему возможность похлопать по клавишам. Уступить. Так воспитывают, между прочим, многих детей во всём мире. Теватер, Теватри. Теватри – это уступи, он же меньше этот ребёнок. Это первое правило, которое учат детей. Ты же взрослый, тебе уже целых два года. Третий – иметь чувство ответственности, охрают за всё, с чем он связан. Он не живёт в Лоих Патле, да? Мне всё равно. Я могу пройти равнодушно. Мимо других людей. Ну, в горе трудно пройти. Хотя всё равно и на, проходишь, потому что, ну, нет сил. Ну, нельзя всех спасти на улице. Они все голодают. А у меня одна булочка. Могу дать только двум. Прошёл – нет. А уж своему-то я, может быть, и побегу, и принесу, и ещё. Кого я люблю, так я точно буду помогать. Это называется «Помогать, помощь озера». Я хорают. Что сделали с моей помощью? Четыре вещи. Прощать, уступать, отвечать за него и помогать. Помогать в то же время и защищать. Это одно и то же вид помощи, защиты. Такое сначала, оказывается, можно вести себя так, как будто человеку уже любишь. Это несложно объяснить, просто нужно на это время. И тогда ты его полюбишь, если будешь себя вести именно таким образом. Не наоборот, ждать, когда любовь придёт в начале мая. Почему? Потому что потом она в октября уйдёт. А поэтому надо что делать? Выполнять эти четыре свойства любви, и тогда, видите, из-за свойств приходит сама любовь. И тогда приходит любовь. Поэтому, если ко мне придёт человек, попросит место ему уступить в автобусе, а я человек-то старенький, выгляжу как старенький, и могу сказать, ну, что случилось вообще? Тут молодой человек, вредкала, да? Пройдите дальше, там найдите. Ты говорит, нет, я сразу всё должно уступить. И постараюсь это сделать. Попросит у меня денег дать на время. Это получит, так это было раньше, да? Надо искать такую возможность с людьми, которые, ну, не входят в ареал очень близких людей. В чём поступить и так? А они к тебе будут плохо относиться? Ну, значит, такое есть, ответят неблагодарностью. Есть такие даже поговорки, да? «Спаси меня от друзей, от врагов я сам спасаюсь». На русском языке много такое. Из русского народа пришло, из простого народа, из Сибири, из Алтая. Понятно, что культурно-людские, русские люди так не говорят. Но много мы взяли у других народов. В частности, это не только русский язык, а ещё и культуру тоже позаимствовали. Так вот, не надо подходить к людям, ожидая от них плохое. Это ещё не значит, что поступать с ними, как Дон Кихот Ламанческий взял всё и раздал. Это называется неумное поведение. По крайней мере, четыре эти свойства надо иметь в арсенале для того, чтобы их привить по отношению к другим людям. Так вот, можно сказать, что Творец сказал евреям в Песах. Шивот начинается в Песах, вы знаете, да? Это один праздник. В Песах, потом 50 дней, 50-й день – это шивот. Так многие наши говорят, рабоним наши мудрецы. Это один праздник. Это начало выхода из Египта. А это финал получения на Агаресе нашей святой Торы. Так вот, он сказал евреям в Песах. Я вас выведу из Египта. Это означает, так пишут наши коммендаты. Только если вы мне будете народом, тогда я стану вам Всевышним. Если вы мне будете народом, я буду вам Всевышним. Но для этого надо, чтобы вы стали народом. А народ – это особая общность. А народ Всевышнего тем более. И что такое народ? Вот еврейская, ну что это такое? Лишь в той степени вы, мой народ, в который любите друг друга. Вот что было сказано на Песах. Выведу вас из Египта. Любите друг друга. Это качество Творца. Я вас выведу. То есть, я прощу вам все ваши прегрешения, которые вы сделали. И буду прощать в будущем. Неочевидна эта связь, да? Выведу и буду прощать. У меня есть такая связь, просто долго не будем говорить на эту тему. Выведу и буду вести. Потому что выведу и не буду вести, это называется выброшу. А выведу и буду вести, это называется я вас выведу. Несмотря на то, что вы плохо с собой вели, иногда. Но я вас люблю. Мы это называем прощать. И буду вас прощать в будущем. То есть, первые слова «я освободу из Египта» – это прощение. «Я вас избавлю от рабства». «Избавлю от рабства» – это значит, не будет у вас внешних врагов. Это только тогда, когда вы научитесь уступать друг к другу. Какая связь с рабством и уступать? Не уступают только рабы. Только рабы держатся за своё. И никогда он не может леватер. Вот какая связь. «Я вас спасу» – там сказано, «выведу, избавлю, спасу и сделаю своим народом». «Я вас спасу, если вы будете друг другу помогать». Это уже помощь и защита, в частности. Мы сейчас об этом говорили. «Только для этого и спасу, чтобы вы помогали друг другу». Это и называется «моя помощь вам». Кстати, что общего может быть между помощью и спасением? «Спасение» – это и есть помощь. «И сделаю вас своим народом, то есть буду за вас отвечать». Что это «отвечать»? «Отвечать» – это называется «перед кем отвечать?» Так принято. Вот я отвечаю за своего ребёнка перед общественностью нашим, перед нашим ЖЭКом, перед нашим директором. Перед кем я ещё отвечаю? Перед детской комнатой милиции. Здесь немножко не так. Я за вас буду отвечать. Сейчас скажу, сначала несколько слов скажу, потому что это означает. Но при одном условии. А именно, если вы будете отвечать друг за друга. Перед кем? Прямо перед всей общностью народа. Вы отвечаете друг за друга. Аравин. То есть, вы сами не будете безразличными к другим евреям. Вот тогда и я не буду безразличным к вам, а именно это и называется, что я за вас буду отвечать. Вот это отвечание «я» называется «хараюнт». Только тогда вы будете помогать им, уступать им и прощать им, если вы за них будете отвечать, как я делаю с вами. Практические выводы. Пора уже перейти к практическим выводам, нет? Аркадий, вы сейчас с нами? Надеюсь. Не быть требовательным к другим евреям. Не осуждать их никогда. А только если что? Есть выгода. Есть польза. Это называется наказывать. Чтобы было продуктивное наказание. Ни в чем не подозревать других евреев. Я ему сейчас помогу, а он мне не поможет. Но это называется торговая сделка. Это не годится. И искрените своего сердца критику в их адрес. Стараться не критиковать. Это одно из самых тяжелых правил, особенно тем, кто ведет вообще еврейский блок. И очень часто пишут, что вот там делают то-то, то-то, то-то. Я просто не открываю такие. В закрытом виде стоят. Такие комментарии. Почему? Потому что никакой пользы от этого нет. Только можно других людей научить шаловаться на других евреев. Хотя, может быть, критика нормальна. В адрес кого-то. А теперь нужно вот, сегодня нишевод можно записать. А что теперь делать? Ну, воевать. Надо воевать. Аркадий, надо воевать. Кого любит Всевышний, того он наказывает. И с тем воюет. И благоволит, как отец к сыну. Делает хорошие вещи, благо, как отец к сыну. С чем воевать? Так вот, правило очень простое. Два. Два правила. Правило одно, но двойное. Никогда не воюйте с чужой нелюбовью к вам. Кто-то вас не любит, а мы с этим воюем. Но всегда воюйте со своей нелюбовью к другим. О, вот это и есть Тора. Ну, по крайней мере, пик этой Торы. Это еще не называется любить других как самого себя. По крайней мере, это называется не обижать других как самого себя. Это вот этот пик. Такой был финал нашего урока, актуальность Пурима. Но это только начало нашего урока, актуальность Песоха. А это будет начало урока нашей актуальности Шивота. Так или иначе, прямо переходим к актуальности Шивота. Вообще, все это как женитьба. Большинство романов кончается на счастливой свадьбе, заметили, да? Но семья только и начинается с счастливой свадьбы. Все проблемы начинаются позже. То же самое у евреев. Нет, это не happy end. Хотел сказать, happy end. Но не важно. Не happy end. Нечастливый конец, финал голливудского фильма. И хорошая браурная музыка написана. Никакой не end, стоп. Все только начинается. Получили Тору, все только начинается. До этого было просто, я не знаю, что родовые схватки, все это было только в животе. Это еще не проблема была. С евреями таким образом все так и происходит. С выходом из Египта, получением Торы, все только началось и дошло до своего пика, где на живот. По крайней мере, вот эти вот 40 дней. 40 дней. Оказывается, Тора – это умение жить одним народом. Соблюдать Тору в одиночестве среди неевреев и просто соблюдать ее. Ну, можно вообще, в принципе. Есть такие случаи. Но вообще-то это очень тяжело. Тора апеллирует к нам, как к народу. Она говорит со мной, как с одним из народов. И вообще быть народом – это социальное свойство каждого человека, умение быть в народе. И это и есть выполнение правила Иллия – не делай другому то, что не хочешь, чтобы другие делали тебе. И в этом вся Тора, которую мы получили на Синай. Вот это вот есть пик. Так мы к этому и подошли. Вот для этой цели, для этой Торы, для этого мы вышли из Египта. Не пришли к тому, что сейчас мы находимся. Значит, мы вышли из Египта для того, чтобы никогда не делать другому того, чего не хотим, чтобы делали нам. Нормально сейчас сказал? И это единственное. Все остальное – следствие. Там много чего. Не только единственное в том смысле, что только для этого. Много для чего. Но если этого нет – ничего нет. Так или иначе, мы постоянно учимся у наших проматерей. У наших матерей. Умение прощать. Есть другой набор. Но вот то, что я выписывал, именно так. Умение прощать – это Леа. Она простила сестре, что та была любимой женой их мужа, Якова. Ой, Рафель была не виновата в этом. Все равно, обычно его любят больше, и у меня к нему есть претензии. Вот она умела это простить. И когда нужно было, она ему дала Мандрагора, это называется, да, Дудаим, для того, чтобы у нее родился сын. Написано, продала, об этом тоже я написал в Толдот, как это надо понимать в блоге, эту продажу. Понятно, что она ему специально-то я дала. Умение прощать – это Леа. Умение уступать – это Рахель. А именно, она уступила сестре Якова. Помните, да? Это не просто первую брачную ночь она уступила. Смолчала. Утром просыпается Яков, а тут Инея, Лея. Вот она, Лея. Нет. Так выходило, что это вообще на всю жизнь один брак. Одна жена. Так все были в этом уверены. Потом была другая торговая сделка Якова с Лаваном, и он получил вторую жену. Но Рахель прощался со всем этим, и она уступила ей. Чувство ответственности – это Сара, она отвечала за всю семью, она сделала весь еврейский народ, отвечала очень серьезно, и даже через боль. Оставляя боль другим, в некоторых случаях это было. Именно таким образом. Именно две истории. Сагар. Важно, она ее выгоняла, чтобы был порядок в нашем доме, чтобы не было нехорошего, плохого влияния других народов, египтян в данном случае, на шатерный еврейский народ. И еще история с Ишмаэлем. И все это, оказывается, было сделано к Литвуа, к лучшему. Ну, так стало с Всевышним. Мы так не делаем, потому что у нас нет прямой связи со Всевышним. Все, что нужно, знать мы уже получили. А в то время наши прадцы своими действиями пробовали жить для всего еврейского народа. Они что-то делали, смотрели на результат. В результате все получалось хорошо. Теперь мы знаем, что нужно делать. Это Сара. И умение помогать и защищать – это Ривка. Она помогла Якову получить бараху у своего отца. Ну, а у отцов Авраама и Цако Якова. Чему у них мы научились? Ну, это мы тоже говорили об этом на самых первых уроках еще несколько раз. Это вообще моя любимая тема. Чего-то я давно ее не рассказывал. Сейчас я в двух словах только скажу. Чему научились у Авраама и Цако Якова. Есть три правила. Четыре умения мы уже сказали. Есть три правила. Авраам и Цако Яков. И стараться быть праведниками. Именно праведность – это от Авраама. Какими праведниками, которые цедок, которые… Мы все говорим, Авраам – это цедок, это милосердие. Да быть праведниками, поступать в себя правильно. А если не удастся быть праведником нам, но не получилось, то нужно уметь делать шву. Мы же говорим о практических вещах. Уметь делать шву – это Исхак. А если уж не получится сделать шву, Ну, готовься к тому, что Всевышний тебе на каждое будет больно. Тоже нужно готовиться, чтобы это было неожиданно-то. Иначе не зачтёмся. Эта боль не будет искуплением. Про Авраама понятно. Он весь хэссет, и поэтому это праведность. А Исхак ошибся с Эссавом. Он его воспитывал как преемника себе. Он Якову давал вторую роль в еврейском народе. Это была ошибка. И в конце концов он признал свою ошибку, дал благословение кому нужно. И это была полная шва, шва исправления. А Яков, и это самое трудное. Сказал фараону, помните, да, что он прожил трудную, богатую, несчастьями жизнь. Но он не сожалеет. Почему? Потому что это было искуплением всего еврейского народа. Он искупил все свои ошибки. Именно через боль. Еврейская история – это не что иное, как синоним слова страдания, мучения. Мы всегда расплачиваемся болью, лишениями в каждом поколении. Если мы сейчас скажем, а вот сейчас у нас нет такого. Вот мы живем сейчас у нас в Бостоне, нам хорошо. Никто не знает, что такое хорошо. Вчера было тихо. Не дай бог, чтобы в Бостоне что-нибудь было. Я не про Бостон говорю. Я знаю целые города, где еще два месяца назад была мирнейшая жизнь. А сейчас бои, люди, что погибают на ровном месте. Все говорят по-русски. Сидят в бомбоуберчих вместе с детьми. Не дай бог. И что? Яков сказал так фараону. Это ее три вещи. Стараться не ошибаться, быть праведником. Вторая вещь – делать шуву, если уж ошибся. И третья. Но не получается от шува, тяжело. Готовься к тому, что будет очищение через страдания. Все произошло это с посохом Моше. Помните, да? С посохом Моше у горящего куста. Когда Моше услышал команду о том, что нужно идти в Египет и выводить их. Первый ПСУ. Да, это и было. До этого мы не справили ПСХ. Это был Первый ПСУ. Выводить их, он сказал, а кто мне поверит? И он понял, сам он понял, что он разговаривает со Всевышним. Тоже очень тяжелая вещь – отказаться, понять это. Не может человек отказаться сказать это, мне кажется. Но отказался идти. Творец-творец, а отказался идти. Отказался, сказав, что ему не поверят. Я-то поверил тебе, но они мне не поверят. И творец дал ему три знака. Для того, чтобы вот эти знаки говорят о том, что тебе поверят. Посох, рука и кровь. Три вещи. Первое – посох, вторая рука и третья кровь. Он говорит, мне не поверят. Он говорит, что у тебя в руке? Посох. Ну, бросил, он бросил. И он еще в воздухе превратился в змею. Он убежал от нее в мыше. Бежит, змея за ним. И Всевышний говорит, не надо от нее бежать. Возьми ее. Протяни руку и возьми ее. За что? За хвост. И он взял за хвост. Вообще странные вещи. Об этом написано уже несколько раз. И у меня. А русский, по крайней мере, на иврите много. И он снова превратился в посох. На самом деле, это была змея, которая умеет превращаться в посох, а не наоборот. Он всю жизнь носил змею, которая может его наказать. Рука. Возьми руку и засунь ее себе за пазуху. И он засунул за пазуху. Потом достал. Без команды достал, посмотрел. Она вся белая. Заразная болезнь. Жуткая. Он говорит, ничего страшного. Засунь ее второй раз. Он засунул, достал. Снова без команды. Засунул из команды. Она доставит без команды. И она здорова. И это называется тшува. И третья вещь. Третья – это готовность быть к трудностям. Готовым быть к трудностям и болям. Стукнешь своим посохом по Нилу, и он пройдется в кровь. Кровь – это смерть. Почему первое – это боязнь греха. Ну, что такое боязнь греха? Вот Моше побежал от змеи. Это он боялся тех грехов, которые сделал в прошедшей жизни. Вот что это означает. За ним бежит. Не змей. Да, есть такое – не змей убивает, а грех. Так было сказано. И он может где-нибудь ошибся. И поэтому он испугался. А он говорит Всевышний, ему возьми ее за хвост. А именно, зная с самого начала, что будет в конце. И тогда ты будешь делать меньше ошибок. Так он научился. Понятно, да? Я боюсь греха. А буду чего? Сейчас я сделаю грех, я буду бояться его. Так ты подумай о том, что будет в конце. Каждый раз думай об этом критически. Знаешь, есть какой подход к жизни? А, Всевышний поможет, принесет. По-русски «авось» называется. А по-еврейски Всевышний поможет. И поэтому будем делать, не подумав что-то. Не дай Бог. Помочь-то он поможет. Но он может помочь тем, что он накажет. И мы будем благодарить за это наказание. Зачем нам надо? Поэтому лучше не ошибаться. Так или иначе, первое – это умение не ошибаться. Тшу, видишь, у тебя рука здоровая. Посуни ее сюда. Это тебе дается некоторые испытания. Всевышний его дает. Ты выходишь из этого испытания, сам выходишь. Всевышний не говорит – выйди из испытания. Ты вышел, а ты ошибся. Вот видите, у тебя рука стала белая, мертвая. Тебя бы надо убить за то, что ты сейчас сделал. Но можешь сделать шоу. Что такое шоу? Исправь себя. И у тебя рано или поздно будет такое же испытание. Всевышний, это тебе второй раз испытание. Если ты даже не то же самое, другое, ты его не видишь. И ты в него входишь. Почему он тебе дал его? И оказывается, правильно я справился. Теперь из-за своего исправления я не совершил, повторил той же ошибки. И я здоровый. Это шува называется. И теперь я вижу, что это то же самое испытание. И третье – кровь. Это нужно быть готовым к болям. Первый знак – это умение предвидеть последствия наших поступков. Это боязнь греха. Юрехет. Или боязнь небес. Юреха Маем. Или Харидим. Те, которые трясутся от страха. Это он убежал от змеи и схватил ее за хвост. Второй знак – это умение делать шуу. Рука снова стала живой. И третий знак – кровь. Это символ смерти. Потому что пришел к евреям, они спросили, что тебе сказал Всевышний. С насмешкой. Всевышний. Тут много у нас сумасшедших есть. Он подходит к Котелю и объявляет, что каждый из них – второй Моше. Есть еще и христиане, которые говорят, что они евреи за Ешу. А вот просто говорят Моше. Один из десяти Моше, а один Яшуа Бенун. И все остальные раби Акивы встречаются. Он говорит, что только не встречается. Ну, Моше Рабейну. Может, ты притворяешься тем, что ты Моше Рабейну? Все тебе сказал Всевышний. И он сказал, он передал. Он сказал, что он мне сказал, передай евреям, что пришло время исхода. Пора уходить. Мы начинаем быть народом, о котором Аврааму было сказано. Кто сказал? Всевышний. Да, Авраам нашему братцу. Все три наших свойства сейчас вступают в силу. Сейчас все начинается. Первый знак – это Песах. Что это означает? Это умение не ошибаться, стараться быть праведником. Мы знаем, что будет после нашего исхода. Мы знаем это. И поэтому мы уже готовы к этому. Мы знаем, какой хвост у этой змеи. Мы знаем, что будет после исхода. Второй знак – это Шивот. Мы знаем, как не свернуть с пути. Как не идти в сторону. Как сделать Шиву. Как сделать Шиву. В сторону не свернуть. Нет пути. Мы ошиблись. Вернуться – очень просто сделать Шиву. Вернуться на тот же путь. По крайней мере, к тому же направлению. И третий знак – это Сукот. Мы знаем, что смерти у нашего народа нету. И никогда не будет смерти. Есть у отдельного еврея, может быть, община, не дай Бог. А у нашего народа смерти не будет, пока мы сидим под сенью Всевышнего. В Суке Всевышнего. И Он охраняет нас. Три знака и четыре свойства. Три знака, которые мы сейчас сказали. Шиву праведность, шиву готовность принять любое наказание от Всевышнего. Это три знака. Четыре свойства. Мы уже о них говорили. Умение прощать. Умение уступать. Умение сопереживать. И умение помогать и защищать. Три знака. Четыре свойства. Три на четыре. Получается двенадцать. Вот у нас двенадцать колен. Полный набор всех этих вещей. Двенадцать колен Всевышнего. Ну и тут у нас уступает последний этап истории. Скоро должен быть, по крайней мере, мы это ждем, когда соберутся все эти двенадцать колен. Мы сейчас все время в одном колене живем. Здесь Иуда, да? И даже Леви, это наши, иудейские Леви, Куаним, это наши, иудейские Куаним. Иуда от нашего колена. А придет Машех, и все мы соберемся, и будет восстановлен Иерусалимский храм. Вот тогда все и начинается. Потому что все остальное было преамбула истории. Так говорят наши мудрецы. Недаром сейчас все больше и разгорается битва за Иерусалим между евреями и всеми прочими народами мира, которые требуют, чтобы евреи были вели себя, как все остальные народы, и оставили свои требования, свои попознавения к этой земле, как единственные ее хозяева. И какое бы ни было настроение во всем мире русско-украинское противостояние, я его не назову так, неправильно сейчас назвал, потому что оно происходит на территории Украины, но, если оно было еще и в России симметрично, оно было в русско-украинском, это не что иное, как... Некоторая война, некоторые войные действия идут, и вроде бы люди отвлеклись от Иерусалима, от еврейской ситуации. Нет, не отвлеклись. И там с обеих сторон полны антисемитов. Есть явления и очень высоких, почти государственных слоев, которые проявляют некоторый антисемитизм. Так или иначе, все это будет сказано так же, эти уроки воспринимаются и в Сирии, и в Палестине. Все имеет эхо, все поглощает то, что сейчас творится там, и так или иначе, это будет создано, сказано с нами, сделано и вернется и к евреям. В конечном счете, если все говорят, что нельзя аннексировать что-то чужое, то евреи же аннексируют, и не хотят вроде бы отдавать или хотят отдавать, так или иначе, рано или поздно, все вернется опять-таки к этому состоянию битвы за Иерусалим. Не хочу говорить битвы, но, по крайней мере, противодействие за Иерусалим. Вот в этом актуальность Шивоот. Шивоот – это праздник иерусалимский. Царь Давид родился и умер в Иерусалиме в Шивоот. И этот праздник имеет отношение к руководителю из колена Иуды. Это Хеврон, но храм, который готовил всю свою жизнь царь Давид, он был, стоял в Иерусалиме. И будет стоять? У Хатама Софера, Хатам Софера – это известнейший мудрец, однажды пропала тонкая тетрадка с его хидушим. Хидушим – это откровение Торы, когда человек изучает некоторый вопрос, учит, и потом вдруг приходит к некоторым положениям, о которых прямо не написано в Торе. Это называется хидушим – новость, хадаш новый. Вот эти вот тонкая тетрадь его, она, Контурас называется, пропала. Он там писал как раз замечание к Хумашу. Хатам Софер еще и по законам очень много писал, и о Талмуде. И пропала тонкая тетрадка. Тонкая, почему говорится, потому что она была обычная тетрадь, это не в какой-нибудь сборник, обычная, которая продавалась в то время в канцелярских лавках. И таких тетрадей у него было много. И потом оказалось, что один из учеников взял ее на время. Ну, не мог он совладать со своим ецарара. Как один человек сказал, вот он видит, что я вся прихожу с листочками. Говорит, ну нам, пришлите нам имейлом эти листочки, тоже хочется посмотреть. Я говорю, я их рассказываю. Потому что здесь все конспоративно написано. Просто несколько слов. Весь урок обычно, сейчас у меня 5 листочков, обычно 4 листочка. Я так проверяю себя, каждый листочек 15 минут, часы передо мной. Я говорю, часы под вами. Вот я сейчас на вас смотрю, часы под вами. И так я контролирую свое время. Дайте эти листочки. Ну, проще. Конечно, я могу дать. Но взять потихонечку уже нехорошо было бы. Да? Не очень хорошо. И поэтому молодой человек забрал у Хатам Сойфера его листочки на вре. Не мог перебороть свой ецарара. Своё плохое начало. Ну, на время же берёт. Потом вернёт. И он переписывал этих и души. Не знаю уж, поедет домой, там расскажет. Не важно, зачем он это взял. На свои листочки. А потом вернул тетрадь. Как-то выяснилось. Да очень просто. Дело в том, что то, что он переписывал к себе на какую-то особую тетрадку, перепутал с его собственными тетрадками у этого ученика. И он же не мог отличить. Его же почерком написано. Да ещё и прошёл год. Что его, а что не его. А тут подошли праздники. Обычно после праздников, наступления праздников, да, Песх и Суккот, люди уезжают домой. Там на неделю, на две. Так вот в некоторых ешивах и на швот тоже самое делали. Уж неделю-то после праздника, когда они читают таханун, когда люди возвращаются из храма, если мы помним, да, и там особые молитвы были, особые карбоноты, жертвы в храме, прям праздничные жертвы. Швот уже прошёл целую неделю ещё праздничные жертвы приносятся в храме, так вот тоже они уезжали. А там было положено так во многих местах, что каждый раз собираются, такой хатам-софер был, когда собираются перед разъездом на неделю, то некоторые ученики-ешивы, там на три-четыре дня, на семь дней уезжали, приходили прощаться с раввином. И у них было принято при расставании, вот там много людей собиралось, рассказывать на уроке перед раввином своих и душем, которые вот на год у них там или на полгода с прошлого праздника накопились. И он рассказал один отрывок из переписанной нечаянной, из книги своего учителя. Отсюда мы увидим, что он ненарочно сделал. Он же не собирается учителю объяснить, что это ты ошибся, это Мойхин уже. Такого не бывает. Ну, он рассказал, как будто он принадлежит ему. Ну, все смолчали, хатам-софер тоже выслушал внимательно. Многие же помнят, учитель это рассказывал. Он нечаянно это сделал. Он поздравил ученика, это важный отрывок, спасибо. Поцеловал его в лоб, так это было написано, на шиках. Сидели один из сыновей хатам-софера, у него было несколько сыновей. Уж не знаю, кто из них, не катав, софер, по крайней мере, наверное, заметил его в ухо. Тата, тата, да это же твой хиндуш, это не его. И все заметили, как он это сказал. И посмотрел, наверное, как-то. А ухо там с офера, ничего в лице не изменилось. Но ученик заметил это и покраснел, и вдруг заерзал, вдруг, ой, да, ой, 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 это не листой же тетради. И он даже так бег попрощался и с горбышейся ушел. А отец заметил сына, вот это вот и осталось. Вот он заступился сейчас за честь своего отца. Но он нес урон чести своего отца на небе, на небесах. Знаешь, что каждый еврей свят в глазах нашего небесного отца. Афшеба Шамаем. И тот, кто его оскорбляет на небау еврея, тем самым оскорбляет самого Творца. Ахилу-Лю-Ашем. Так он ему сказал. Он не перед всеми это сказал. Он сказал ему наедине. Но сын это записал, и вот так оттуда мы и знаем. Эту историю мы знаем со слов этого самого сына. Это было все перед Шивот, поэтому я рассказывал Шивот. Достоинства других людей. Надо заботиться о нем, как о своем собственном. Это сказано в книге Бамидбар. На прошлой неделе, кстати, да? На СО. Этой неделе. В субботу мы читали это все. Человек обязан заботиться о достоинстве и чести других людей, как о своем достоинстве и чести. И это результат праздника. Праздника. Событие, которое называется Шивот. Это учится из отрывка Тора, где перечисляются все принадлежения. Храму от руководителей 12 еврейских колен. Этот, помните, длинный и долго рассказывается одно и то же в Рви, по-моему, да? А, там разбито на несколько людей, которые приглашаются к Торе, конечно же. И несмотря на то, что они все были идентичны, одинаковы, абсолютно одинаковы, Тора их перечисляет в каждом случае, чтобы не обить никого из них. А все остальные так же. Это нехорошо звучит. То есть, не написано, что принес руководитель колена Рувена. А тем указанным, такими же были приношения колена Шимона и Леви и так далее, и Иуды. В таком варианте уж точно бы они все почувствовали, что Тора пренебрежительно отзывается о других лидерах, а значит, и обо всем колене, поставив их в общий ряд. То есть, не отмечая особенность этого колена. Никакая особенность, все с точностью до грамот, то же самое, что принес Рувен, принесли они. Все равно каждый лидер уникален. И каждое колено. И говорят так, что они не сговаривали все это принесли. Они не знали, что принесет другой. Интересный вопрос. Нужно будет спросить специалистов. Ну, такой вопрос, я не знаю, если бы. Если бы кто-то из них узнал, что сосед несет то-то, он бы поменял или нет? Я так полагаю, что то, что они несли, это, наверное, вот это называется глубинные слои Торы. Это следовало из чего-то. Они не могли изменить этот порядок. Это надо было принести. Так получалось из той Торы, которую они изучали, из тех событий, которые вокруг них происходили и так далее. И они не могли от этого отказаться. Единственное, что они не могли поменять линейность Торы. Тора рассказывает, как буква за буквой, она не может идти, как сейчас наши тексты, которые многоплановые у нас, как в интернете, все одновременно может происходить. Нет, это как книга. Это же есть книга. Буква идет за буквой. Поэтому, хотим мы или не хотим, придется начать с Рувена и дойдем до Дана. И придется перечитать их в некотором порядке. Нельзя сказать, а я первый стоял, ты второй. Все стояли вместе, несмотря на то, что он записан на втором. Это мы взяли все это у Рамбана, который добавил. Все приношения они принесли в один день, в один час. Можно сказать, в одно время. В одну секунду. И никто не был в обиде на другого. Никто никого не опередил на самом деле. Все произошло мирно и полюбовно. А они могли бы, между прочим, если бы там были узкие двери, вход в мешкан, то кто-нибудь, левотер нужно, проходи. А если бы увидели, что кто-то расстроился, ему бы что сделали? И начал пихать, его бы простили. А если он расстроился, отожжил в сторону, ему бы уступили. И все бы переживали друг за друга. Все четыре правила. Рамбан еще добавляет. Видим, что сам Всевышний ведет с людьми таким образом, как свидетельствует о нем стих в книге Шмуэль. Первая книга Шмуэль, вторая глава. Потому что тех, кто меня почитает, я почитаю. Видите, тут было написано. Видите, написано, да? Всевышний, кого любит, того наказывает. А еще интересно, кто меня почитает, я почитаю. Это же, может быть, даже более серьезное правило. Правильно ведь, да? Это Шмуэль, а это Шмуэль. Что из них раньше? Здесь раньше. И раз он так поступает с людьми, то и нам так надо поступать с другими людьми. Как мы хотим, чтобы уважительно относились к нам. Вот настолько и нам самим надо относиться уважительно к другим. Итак, мне скажут, ну что такое уважительно? Он меня обижает, я же его не обижаю. Ой-ой-ой. Если ты его обижаешь за что-то, то постерегись. Люди себя найдут, за что тебя обвинять. За что? Тоже найдут. И закончаем. Выводы. В каждый праздник нашего, осталась одна минута нашего урока, в каждый праздник нужно добавлять что-то себе из Торы. К своей Торе нужно добавить. Или учение. Что-то я еще возьму, учить буду регулярно. Или в заповедях. Например, такую-то молитву я не говорил, а теперь буду говорить. Нужно больше учить Тору. Сколько мы его учили в эту неделю. Посмотрите, сколько в среднем мы учим. Сделать это стабильно. Сделать это стабильно и добавить на инзайну. Одну минуту, пять часов. Что-нибудь добавьте. Но уже не снижать. Нельзя. Со святости не опускаются. Больше помогать другим учить Тору. Это то же самое, как самому учить Тору. Фраза непростая. Подумайте на эту тему. И стараемся начать. Ну уж точно начать. Ну уж точно никогда. Ну уж точно не обижать других. Хорошо я сказал, нет? Даже когда очень хочется. И вроде даже нужно. И вроде даже можно. Постараемся уйти от этого. Называется 40 раз. 47 раз отмерь и ни разу не отрежь. Вот еврейское правило. Когда дело касается нанесения обиды другому еврею. 47 раз отмерь и ни разу не отрежь. Ну если вы сами в онлайне. Как Аркадий. И как Зейфа Залевова. Здравствуйте. Спасибо, спасибо. То я вас поздравляю с праздником. А если вы смотрите в записи. Ну тоже хак самех. Почему? Потому что со всеми грядущими праздниками я вас поздравляю. Чтобы довести каждый из них. Из этих праздников. Число шивот в вашей жизни. Число пейска в вашей жизни. До 120. Ад мэ выстрим. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Хак самех. Шалом, шалом.